итак мы продолжаем наш автомарафон тут наш партнер volkswagen в беларуси говорить мы будем в ближайшие полчаса о дне жестянщика и грубо говоря снег вчера выпал проблемы на дорогах начались многие сейчас думают о том как авто отремонтировать самые предусмотрительные думают о том как авто подготовить к зимней эксплуатации а мы на все эти вопросы дадим ответы вместе с александром добрицким хотел сказать что в гостях главный жестянщик республики беларусь разбирается то есть на лучший инженер механик европы мастер-тренер автоцентра атланты боровая форда он расскажет нам ну о чем расскажет я хотела бы спросить начать наш разговор с того можно ли говорить о том что беларусы стали лучше разбираться в устройстве автомобиля и его правильной эксплуатации ремонте я думаю что однозначно да потому что из года в год во первых автомобили меняются во вторых люди меняются соответственно люди все больше становится людей которые интересуются больше автомобилем находит для этого время для них это становится своего рода хобби отвлечься от всего поэтому интересно поразбираться в автомобиле соответственно как как только человек узнает, что за автомобиль у него во владении, как им правильно управлять, как его правильно эксплуатировать. То есть все приезжают на автоцентр и четко знают вот эту толстенную книжку, которая лежит в бодочке. Толстенная книжка – это всего лишь инструкция по эксплуатации. Но в большинстве своем – да. А вот что вот это? А как правильно этим пользоваться? А возвращаясь в следующий раз, помнят, что им перечисляли в прошлый? То, что на дороге понадобится, не дай бог понадобится экстренно, поверьте, люди учат это. Либо на своем опыте, ну, то, что востребовано, учат, да. А если нет, ну, приедут еще раз, еще раз расскажем. Александр, типичные ошибки. Вот вы открываете капот и понимаете, что там сделал хозяин. Ну, бывает по-разному. Бывает кто-то, не секрет, что все мы люди хотим сделать обслуживание, либо ремонт подешевле. Бывает это, выходит боком. Пример месячной давности. Человек съездил, по-моему, даже на какое-то СТО, не класс Атома, то есть не фирменный сервис, и заменил ремень ГРМ. Разница в стоимости работ между нашими работами и теми, которые мы произвели, была порядка там 300 тысяч рублей. Но в итоге дополнительный ремонт еще на полтора миллиона. Ну, так бывает. А девушки больше допускают, если честно, в эксплуатации? Вот чувствуется мужская рука и женская? Девушки, в отличие от мужчин, чаще всего, если они не знают, они лучше спросят. И в данном случае это лучше, чем нежели... Я мужик, я все знаю, сейчас я на эксплуатации. Сейчас книжку полистаю и во всем разберусь. То есть проще, они приезжают и сразу поднимают руки и сдаются, да? Тут важный момент, что если девушка доверяет фирменному сервису, или в принципе сервису, конкретно там, своему мастеру, то ей проще там, вот моя машина, вот мне там что-то там стучит, и все. Соответственно, эти мужчины-сервисмены делают, говорят, все, у вас счастье, все хорошо. Девушка, надеюсь, автолюбитель дозвонилась нам. Напоминаю, что сегодня мы разыгрываем абонементы на автомойку от сети АЗС А100. Нужно ответить на вопросы о правилах дорожного движения. Добрый день, здравствуйте, кто к нам дозвонился? Добрый день, это Елена дозвонилась к вам. Очень приятно, Елена, вы автолюбительница? Да. Долго за рулем уже? В автошколе доверяет. За рулем вы долго, большой стаж водительский? Ну да, уже больше 12 лет. То есть в автошколе были давно, и на всякие теоретические вопросы связанные... Ну да, будет сложно, я думаю, но попробуем. У меня специально для вас есть теоретико-практический вопрос. Слушайте внимательно. Нерегулируемый перекресток, ни знаков, ни светофора, ни разметки. С четырех сторон подъезжают машины. Кто и в какой очередности должен перекресток проехать? Александр уже тут у нас в шоке. Не, я пытаюсь прикинуть, как бы я... Это уже вопрос, просто у вас в интернет-трансляции с задержкой вопрос задается. Я могу его повторить, если хотите. Представьте себе, нерегулируемый перекресток. Да. На нем у перекрестка нет ни знаков, ни светофора, на дорожном полотне нет разметки. Да. С четырех сторон подъехали четыре автомобиля. Угу. И кто в какой последовательности должен перекресток проехать? Вопрос такой. Ну, первый проезжает тот, у кого нет помехи справа. Соответственно, поочередно, у кого освобождается, это правая сторона, тот и едет. Так четырежь автомобиля, у каждого есть помеха справа. Да, да, да. Ну, есть главная дорога, во-первых, еще. Никаких знаков, светофоров и разметки. А дорожное покрытие везде одинаковое? Да, грунтового покрытия нет. Грунтового покрытия нет. Перекресток равнозначных дорог. Да, интересно. Сначала блондинки едут. Правильный ответ. А потом все остальные. Ну, Елена, я должна сказать, что это, наверное, не совсем правильный ответ. Но если не будет никаких более оригинальных, вы, безусловно, станете обладательницей вот такого прекрасного абонемента на автомойку в сети АЗС-А100. Пожалуйста, оставьте ваши контакты нашему редактору. И в случае чего мы с вами свяжемся. Спасибо за звонок. Мы продолжаем наш автомарафон и разговор на тему дня жестянщика с Александром Добрицким, лучшим инженером-механиком Европы, мастером-тренером автоцентра Атланты Эмборовая Форд. Я вот о чем хотела спросить. Есть у меня приятель, у него старенький Мерседес, ему больше 20 лет. И в сервисном центре Мерседеса, который у автодилера есть, его обслуживают с какой-то невероятной скидкой, разрешают, естественно, приезжать со своими автозапчастями, ну, поскольку на ветеранов в автоцентрах запчастей нет. Вот эта вот программа... Почему же есть просто под заказ? Программа лояльности вот такая вот. Она насколько распространена на СТО Беларуси, на официальных имею в виду? Сложно сказать за все автоцентры. Я думаю, что если автоцентр не обязательно фирменный, не фирменный любой автосервис, если он думает работать на рынке там не один год, не один месяц, он думает про свою репутацию на рынке, то он в любом случае должен и будет это делать, разрабатывать программы лояльности, как-то и скидки на сервис, как-то какие-то там поблажки и так далее. Я думаю, что это просто должно быть. Если сервис, я думаю, что если сервис имеет программу лояльности к клиентам, то это хороший сервис, возможно, стоит заехать туда посмотреть. А еще часто практикуются какие-то бесплатные там? Заедь там, мы бесплатно отравняем тебе багажник. Багажник. В принципе, да. И чаще всего это приурачивается к каким-то сезонным вещам, то есть это вход в зимний период, выход из зимнего периода. Кстати, вот по поводу входа в зимний период. Вот нравится ли вам, когда люди входят в зимний период, это же действительно начинается самое прибыльное время для автосервисов, когда все приезжают, всем что-то надо, то ли резину поменять, ну и резину там меняют отдельно, да, то ли подровнять, там, починить. Некоторые до сих пор и не поменяли. На самом деле, те, кто думает, видит то, что творится за окном, плюс планируют свое время, да, тот заблаговременно делает. Но обычно так называемый зимний бум, да, присутствует, когда смена зимней резины, там, когда первые более-менее крепкие морозы, это там замена охлаждающей жидкости, когда она там, не дай бог, замерзает внутри двигателя и эти вот вещи. Да, тогда очереди, тогда вот начинается, с одной стороны, клиенты все хотят, где бы то ни было, обслужиться, со второй стороны, сервисы начинают чуть ли не поднимать цены. А вот, кстати, я уже предвижу вопрос Алены, да, кто берет больше? И где, ну, понятно, что в сером сервисе, там, назовем его серым-черным, да, дешевле. Ну и часто, как говорят сами автолюбители, разницы нет никакой, да. А другое дело, официальный сервис дерет в три дорога, и опять же, разницы, как говорится, никакой, да? То есть можно конкретный пример по стоимости услуг ориентировочной, например, на официальном сером СТО, то, что вы наверняка знаете? Ну вот конкретный пример, о котором я говорил по поводу ремонта, по поводу замены, да, плановой замены, там, ремня привода ГРМ. Если я не ошибаюсь, значит, клиент говорил, что он заплатил 850 тысяч, у нас, там, плюс 300 тысяч, соответственно, там, миллион 150. Шиномонтаж, шиномонтаж, да, как бы, может быть, некоторые сервисы, мы в частности можем, там, у нас стоимость шиномонтажа, она, грубо говоря, она имеет свою нормочас. То есть определенное количество времени предписано заводом-производителем, что вот там 4 колеса, замена стоит столько-то времени, столько-то минут. Эти минуты отнормированы, и, соответственно, мы-то их выставляем. То есть вы забортировали за 20 минут, а потом просто 3 часа ждете, когда же там закончится время. Нормочасы выбегут. Если механик сделал это быстрее, при этом он обязан, ну, сделать так, чтобы это было качественно, чем подтверждает всегда белый сервис, любой белый сервис закоснарядом, закоснаряд влечет за собой, согласно законам Республики Беларусь, это гарантия на свои работы, там, услуги, возможно, на запчасти. Да? Если он это сделал быстрее, ну, норма времени вот такая, да, это, это сервис молодец, на самом деле. Это сервис молодец. Ну, я так понимаю, что у нас битва за мойку продолжается. Да, за сервис пока. О сервисе, видимо, все думали раньше. Добрый день, здравствуйте, у нас есть новый звонок. Алло, алло. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Очень приятно, Сергей. Вы автолюбитель с каким стажем? С пятилетним стажем официальным автолюбитель. К зиме уже машину подготовили? Да, конечно, без этого никак. Значит, пора ехать на мойку, и чтобы получить абонемент на автомойку от сети АЗС-100, нужно ответить на теоретико-практический вопрос. Рассказываю ситуацию. Нерегулируемый перекресток, ни знаков, ни светофора, ни разметки. Перекресток равнозначных дорог. С четырех сторон подъезжают машины. Кто и в какой очередности должен проехать этот самый перекресток? С четырех сторон они подъезжают одновременно? Да. Ну, я бы в данном перекрестке руководствовался правилом помеха справа. Так у всех четырех есть помеха справа? Да, у всех помеха справа. Как быть? Каверзный вопрос. Специально его подготовили, чтобы... Это от сети АЗС-100, чтобы никто не выиграл их мойку. Не, ну вот я хочу выиграть, настроился, но что-то... Может быть, есть автомобиль со спецмаячками? А сколько у меня времени подумать? Можно, думайте. Думайте. Прямо сейчас. Можете рассуждать. Не, ну я понимаю, сходу, но там... Представьте, вы стоите на этом перекрестке в одной из этих машин. Что делать? Ну, я смотрю направо. У всех машин как бы... Все по кругу. Друг к другу должны. Да, все друг к другу должны. А перекресток равнозначный. Да. Никаких знаков, светофоров, разметки и прочего. Ну, понятно. Выйти и договориться. Так, секундочку. Ну, давайте, еще пару секунд, пока вы думаете, можете рассказать, как вы автомобиль готовили к зиме. Ну, коль скоро у нас схема об этом. Ну, я тогда не думаю, когда буду рассказывать. Хорошо, вы не рассказывайте. Давайте тогда еще пару секунд и попробуем все же ответить. Перекресток равнозначных дорог. Четыре автомобиля одновременно подъехали. Ни светофоров, ни знаков, ни разметки. Как быть? Ну, кто-то должен выступить все-таки. Вот как вариант выйти и договориться. То есть, выходят, договариваются и проезжают. Александр, это ж не велосипеды, что можно быстренько слезть, договориться, вернуться. Кому-то надо повернуть направо, а потом развернуться. А все машины едут в каком направлении? Прямо? Прямо всем надо, всем надо прямо. Кто быстрее проскочит. Если там джигит. Сергей, давайте договоримся с вами так. Если вы вдруг придумаете ответ на этот вопрос, вы нам снова попробуйте дозвониться и побороться за вот этот абонемент. Давайте пробовать. У нас есть гость. Мы хотели бы еще поговорить о ремонте и эксплуатации автомобилей в Беларуси. Спасибо вам за звонок. Пробуйте дозвониться еще раз. Александр Добритский, лучший инженер механики Европы, мастер-тренер автоцентра Атланты Эмбровая Форд у нас в гостях. И я хотела бы у вас спросить, каков портрет среднестатистического автолюбителя-специалиста по устройству и эксплуатации? То есть раньше считалось, что это мужчины предпенсионного возраста, потому что молодежи как бы не до этого. У мужчин большой опыт, много машин было в жизни, много где ковырялись. Помолодел сегодня автоспециалист-любитель? Нет, именно любитель. Любитель, я думаю, что от и до возраст сохранился, просто немножко разделилось, они разделились, куда они едут ремонтироваться. Либо они это делают сами, либо они это делают на простом автосервисе класса B, класса C. Грубо говоря, сколько они готовы заплатить? Какой сервис они хотят получить? Соответственно, молодые, средний, средний возраст. Иногда даже пожилые люди приезжают на фирменный СРС. Александр, а встречались ли кулибины среди людей? Ну, знаете, приезжаете, открываете опять. А он доказывает, что производитель был неправ. Лучше было сделать вот так. Или там из бутылок собрал то, что вы там пытаетесь отлить из железа. Бывает, бывает такое. Причем бывает как положительно, так и отрицательно в плане положительно, окей, человек сделал лучше, да. И ты там смотришь, ну да, как бы вот в этом месте там, возможно, производитель не учел условия эксплуатации Беларуси. А бывает наоборот. Боже мой, что ж наделали? А были такие, вот можно пример такой привести, когда вы там фотографировали, отсылали заводу, типа, а он патентовал тут же сразу? Я для себя чисто собираю фотографии. Там, на самом деле, совсем их немного, но там был один раз клиент приехал, говорит, что-то плохо машина тормозит, да. И звук какой-то сзади, соответственно, появился. Задними тормозными дисками без преувеличения можно было бриться, настолько были они тонкими. Колодок там уже не было. Вообще. То есть они просто выпали из суппортов. Ну да, был. Ну, единичный случай, экстраординарный, но это говорит о том, как люди, ну вот ездят. А примеры все же такой разумной модернизации автомобилей, можете привести сходу? Разумной модернизации, да. Ну, пробочку там закрутили какую-нибудь. Пробочку закрутили, да. Да, на самом деле, бывает иногда, что не секрет, автопроизводители современно все идут по пути так называемого агрегатного ремонта, когда там узел состоит из нескольких частей, наш человек всегда хочет поменять отдельно какой-то датчик от узла, потому что, скажем, не только Ford, многие производители только узел в сборе. Находят от другого автомобиля, возможно, даже там от российского производства, который там подешевле, но при этом там датчик будет бошевский. Он примерно там или там какими-то измерительными средствами прикидывает, окей, подходит, по размеру подходит, вставляет, работает, супер. Сэкономил реально без ущерба для, так скажем, тактико-технических характеристик автомобиля, да, конечно, бывает. То есть только гибриды. Да. У нас есть еще один звонок, еще один человек хочет получить абонемент на мойку от сети АЗС-100. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вадим. Очень приятно, Вадим. Вы автолюбитель с каким стажем? 11 лет. Значит, теоретика, практический вопрос этого часа, может быть, вам по плечу, что называется. Готовы слушать? Да, готов. Вопрос такой. Нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. У перекрестка нет ни знаков, ни светофора. На дорожном полотне нет никакой разметки. Одновременно с разных сторон подъезжают 4 автомобиля, каждому из которых нужно двигаться прямо. Вопрос. Кто и в какой очередности должен перекресток проехать? Ну, так как у всех помеха справа, я думаю, что одному из водителей нужно просто подать знак левостоящему автомобилю, что он его пропускает. Ну, в моем ответе есть еще вариант, либо проявить инициативу и, наконец, поехать. Но, собственно, я думаю, что ваш ответ следует засчитать как правильно. Я вас поздравляю. Он более безопасный. Да, он более безопасный, чем проявление инициативы. Поэтому я поздравляю вас. Вы стали обладателем очередного абонемента на автомойку от сети АЗС-100. Пожалуйста, не кладите трубку, обсудите все детали получения вашего подарка с нашим редактором. Спасибо еще раз за звонок. Так как времени у нас на общение с Александром Добрицким остается не так много, я хотела бы вас спросить о том, что зима наконец наступила, снег выпал, люди предусмотрительные, надеюсь, резину поменяли. А какие еще подготовительные работы необходимо не потерять из памяти и обязательно выполнить по отношению к своему автомобилю? Опять-таки, зимняя резина, нужно уверенно ехать по дороге, на дороге дорожной службы, благо в этом году. Вроде как, насколько я вижу, вовремя выехали, посыпали основные дороги, соответственно, вся грязь летит на стекло, зимний омыватель. То есть нужно видеть, куда ты едешь. Кроме того, что сам по себе автомобиль нужно подготовить к тому, чтобы он был не замерзаем, эксплуатируем в зимнее время, соответственно. Это температура замерзания антифриза, это, возможно, осмотр на какие-то течи, это работа, опять-таки, климатической установки. Водитель должен чувствовать себя хорошо, не мерзнуть в машине, он должен успевать реагировать на все, не мерзлыми руками там что-то пытаться сделать или вовремя включить какой-то нужный элемент управления автомобилем. А замена фильтров, масла, масла, что же есть какое-то а-ля зимнее? Ну, на сегодняшний день масло у всех, наверное, ведущих производителей, оно всесезонное. Оно имеет в своем обозначении соответствующие символы, то есть, например, 5W40. Это два вязкостных коэффициента, то есть, грубо говоря, густота летом и зимой. Ну, не летом и зимой, если говорить до конца уже влазит технический термин, то вязкость при одной температуре, при второй температуре. Ну, буквочка W означает, что Винтер. А стоит ли покупать зимнее топливо или лучше зимнее топливо делать самостоятельно с помощью каких-нибудь качественных присадок? Потому что в прошлом году были конкретные жалобы на зимнее дизельное топливо. На самом деле, как бы, имею опыт общения с производителями топлива, наше топливо белорусское, насколько мне известно, не знаю на 100% точно, оно поставляется и в страны Европы центральной. Вот, наше топливо при выходе из ворот завода очень качественное. Вопрос при выезде, от момента при выезде заворота до того, как оно попадает в емкости на АЗС. Возможно, там какие-то есть нюансы, да, что приводит к этому. Мое мнение, что зимнее топливо, и если действительно сильный мороз, это мое личное мнение, перестраховываются качественными присадками. Еще в заключении вопрос о так называемых подснежниках. Все же еще много людей, которые предпочитают зимой становиться из автолюбителей пешеходами. Как правильно законсервировать автомобиль, если я не планирую его эксплуатировать в зимнее время? Уф, мое личное мнение, что не стоит консервировать автомобиль, нужно хотя бы на выходных выгуливать, грубо говоря, да? Потому что пока, ну, старая поговорка, но мое мнение, что действующая машина должна работать. Пока она работает, ничего не будет течь, ничего не будет, грубо говоря, там, стареть, сломаться, там, и так далее. Если уже говорить о консервации, честно говоря, ну, это могут быть основные моменты, там, отрегулировать давление в шинах, чуть-чуть его повысить, возможно, вот. Ну, на современном автомобиле, как это было раньше, как это требовалось раньше, скажем, для автомобилей советского производства, там, вывернуть свечи, долить масло в цилиндре строго, там, определенное количество, там, вывесить автомобиль так, чтобы разгрузить подвеску и так далее, и так далее, как это делают, например, вооруженные силы, не стоит. Заморачиваться уж настолько. Вот, мое мнение, что лучше по выходным, там, взять термос, не знаю, там, горячую еду с собой съездить куда-то на природу, там, прогуляться, тот же какой-нибудь, там, под Минском, заняться активным отдыхом, например. И это будет лучше и для здоровья человека, автолюбителя, и для здоровья автомобиля. В заключение нашей беседы я хотела бы вас попросить перечислить три золотых правила эксплуатации автомобиля, беспроблемного, назовем его так. Три золотых правила. Иногда, наверное, первое. Иногда выключать музыку, послушать, как, чем живет автомобиль. Может быть, что-то стучит, может быть, мотор как-то не так звучит. Периодически, опять-таки, о чем просят все автопроизводители, заглядывать под капот, проверить, там, уровни жидкости каких-то. Либо, если не знаешь, не умеешь, попросить кого-то рядом. Наверное, два правила, я бы так сказал. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо. Напоминаю, что в этой студии и в этом часе с нами был Александр Добрицкий, лучший инженер, механик Европы, мастер-тренер автоцентра «Атлант-М Боровая Форд». Еще раз благодарю вас и напоминаю, что наш автомарафон продолжится. В следующем часе мы будем говорить о письмах счастья и тех, кто их отсылает. Системы фото-видеофиксации будут в центре нашего внимания. И в совсем уже заключение этих 30 минут должна напомнить, что партнер нашего автомарафона сегодня – Volkswagen в Беларуси. Оставайтесь с нами. Volkswagen, das Auto.